С именем Аллаха Милостивого и Милосердного Добро пожаловать вновь на новую встречу программы Великие Личности и Назидание Сегодня мы поговорим о великом человеке Жизнь которого является целой историей Из нее мы извлекаем пользы и по сей день Это личность Умар-нуль-Хаттаб Аль-Фарук Разделяющий этой уммы Он назван разделяющим, потому что разделил между ложью и истиной Он был очень сильным, влиятельным человеком Одним из господ племени Курайш В один из дней он пожелал расправиться с Мухаммадом И вышел из дома в поисках В пути он встретил человека, который спросил его Кого ты ищешь? Тот ответил Я разыскиваю Мухаммада Тот спросил его А зачем? Умар ответил Я хочу поговорить с ним Тот человек сказал Ты сначала иди к своей сестре К Фатиме бен Хаттаб И ее мужу Саиде бен Зайд Умар спросил А что случилось с ними? Тот ответил Поистине они приняли ислам Умар удивился, воскликнув Как же это? Человек ответил Да, да, я говорю тебе то, что ты слышишь Это правда Умар бен Хаттаб Отправился к дому своей сестры Вынув меч из своих ножен А в это время в доме его сестры находился человек Который также был из тех, которые недавно приняли ислам Его имя Хабаб бен Уль-Арат В это время он обучал Фатиму и ее мужа Книги Всевышнего Аллаха Когда же они услышали шаги приближающегося Умара Хабаб бен Уль-Арат, испугавшись, сразу же спрятался в комнате Саид встал навстречу Умару, чтобы поговорить с ним Но Умар одним ударом повалил его на пол Фатима заступила за своего мужа Бросилась к нему и говорит Что ты делаешь, Умар? Но в ответ Умар бьет ее по лицу И она падает на землю Вдруг Умар, увидев в комнате свитки священного Корана Направился, чтобы взять их Но Фатима, опередив его, взяла их прежде, чем он Тот спросил Горе тебе, зачем ты выхватила их у меня? На что Фатима ответила Поистине это слова Всевышнего Аллаха А ты являешься наджасом, нечистым Ты недостоин прикасаться к ним И если ты хочешь почитать их То соверши полное мовение Конечно же, не являлась намерением Умара принимать ислам Но, обуреваемый сильным любопытством, он пошел и совершил полное мовение После этого он вернулся и взял в руки свитки И первый раз в своей жизни он начал читать слова Всевышнего Аллаха Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Читая слова Всевышнего, Умар удивляется Что это за дивные слова? Кто такой милостивый? Тут Умар устремленно направился к выходу А навстречу ему вышел Хабаб Нуль Арат И как только он увидел его, он сказал Умар, я надеюсь, что будет принята мольба пророка за тебя То спросил, и какова же его мольба? Хабаб ответил Я слышал, как вчера вечером он произнес О Аллах, укрепи ислам одним из Умаров То есть с тобой или Амр бнухишам В этот момент размягчилось сердце Умара И он спросил, извести меня, где находится Мухаммад? А в это время посланник Аллаха Салли Аллаху алей вассалям Находился в доме Аркам И Хабаб направился вместе с ним к этому дому В это время в доме находился Хамза И еще несколько сподвижников Умар постучался в дверь Хамза сказал, о посланник Аллаха, это Умар Испугались сподвижники Каким образом Умар узнал о их местонахождении? Тут сказал Хамза О посланник Аллаха, если он пришел с добром То мы воздадим ему добром Если же он пришел со злом То я обезопашу тебя от него посредством своего меча Но пророк сказал Нет, Хамза, оставь это Наиболее храбрее, чем Хамза Был посланник Аллаха салли Аллаху алей вассалям Он подошел и открыл дверь В дом зашел Умар Пророк схватил его сильно за ворот Потянул к себе и сказал О Умар, либо ты немедленно прекратишь это Либо Всевышний Аллах не спошлет на тебя беду То есть, либо ты немедленно принимаешь ислам Либо Всевышний подвергнет себя наказанию Каков же был ответ Умара? Он сказал О посланник Аллаха, я и пришел сюда лишь для того Чтобы засвидетельствовать, что нет божества кроме Аллаха И что ты посланник Аллаха Аллах велик Умар принял ислам Аллах велик, задрожала вся мекра такбира Аллах велик Унижена ложь и явилась истина И свет ее начал распространяться Сподвижники устремились совершать молитву возле Каабы И каждый слабый обрел силу и могущество Потому что это Умар нуль-Хаттаб Вышел Умар, а за ним пророк И сподвижники возвеличивают и славят Всевышнего Аллаха Умар вышел к людям Желая оповестить их о том, что он принял ислам Он спросил, кто из людей наиболее быстро распространяет новости Ему сказали, этого мужчину зовут Джамиль ибн Маамар Он тот, кто разносит любые новости Умар подсел к нему и сказал Слышал ли ты новость? Тот спросил, а какую? Умар сказал, я принял ислам В ту же минуту он ринялся к своим соплеменникам Сел на лошадь и закричал О, люди, слышали ли вы новость? Люди спросили, какую? Тут закричал он Умар отступился от нашей веры За ним стоял Умар и сказал Ты соврал, о враг Аллаха Лучше скажи, Умар принял ислам Тут же его окружил народ И Умар вступил с ними в неравный бой Который продолжался с утра до самого вечера Но они ничего не смогли сделать ему После чего он направился к дому Абу Джагля Который ничего еще не слышал об этом Он постучался в дверь И на пороге дома его радушно встретил Абу Джагль Сказав, добро пожаловать, Умар, проходи Что привело тебя в такой час? Тот ответил, слышал ли ты новость? Тот спросил, какую? Умар сказал, я свидетельствую Что нет божества, кроме Аллаха И Мухаммад, его посланник Сиюминутно Абу Джагль захлопнул дверь Перед его лицом, не проронив Ни единого слова Да, это Умар Когда мусульмане переселялись Каждый из них переселялся скрытно Под воздействием сильного страха Кроме Умара Желая переселения, он подошел К собранию знатных господ Курайшитов Которые сидели возле Каабы И стал очень мягок и снисходителем к верующим Ночами он выстаивал молитвы За некоторое время до рассвета Он будил свою семью для совершения молитвы Читая им слова Всевышнего Аллаха И прикажи своей семье молитву И сам терпеливо выстаивай ее Это Умар Нульхаттаб После того, как был назначен повелителем правоверных Он обходил ночами дома В поисках нуждающихся и бедняков В один из дней он обходил места Узнавая о положении мусульман Вместе с ней находился юноша Слуга по имени Аслям Издалека в пустыне он увидел старую женщину Со своими детьми Которая развела огонь И над костром повесила котел Умар подозвал своего слугу Асляма И решил узнать о ней Подойдя к ней, он поприветствовал ее О, женщина, что случилось? Почему твои дети плачут? И вы находитесь в таком месте? Эта женщина не знала Умара в лицо И сказала Мои дети очень голодные И я ничего не имею, чтобы накормить их Они испытывают сильнейший голод А я показываю им пустой котел Чтобы как-то отвлечь их внимание Потом сказала Когда Аллах воскресит меня В день страшного суда Я буду обвинять Умара внуль-Хаттаба Тот спросил А что сделал тебе Умар? Каким образом он навредил тебе? Она спросила А разве он не повелитель правоверных? Тот ответил Да А какой же он повелитель правоверных? Если он даже не знает обо мне Необходимо, чтобы он знал обо мне Умар ответственен за всю общину Умар испугался Сказал своему слуге Пойдем Он взял из государственных складов мешок с мукой И выгрузил его на свою спину А слуга ему сказал Я понесу его Тот сказал Нет Слуга вновь позволь Я понесу Тот сказал А понесешь ли ты за меня мои грехи В день страшного суда? Замолчал Аслим В этот момент Умар быстро вернулся к женщине И принялся вместе с ней замешивать тесто И готовить пищу Когда пища была уже готова Он отошел в отдаленное место И наблюдал за ними Как мать кормила своих детей Даже не зная откуда И кто принес им эту пищу Тогда к нему обратился слуга Аслим Ну что? Вроде бы все Вернемся домой? Он ответил Нет Пока я не увижу их сытыми и спящими Так же как я видел их голодными Сказал Аслим Я посмотрел на Умара в этот момент И его глаза наполнились слезами Это Умар Обрадованный раем Перед своей смертью Когда его смертельно ранили Он продолжал совершать молитву После он был отнесен в свой дом Смотрите Благой конец Он обратился к своему сыну О сын Прислони мою щеку к земле Глаза Умара наполнились слезами И он сказал О горе мне Если мой Господь не простит меня Это история Умар Ибноль Хаттаба Которая содержит в себе Великие назидания и пользы Следующая наша личность О которой мы поговорим На следующей встрече Является праведный халиф Который был прозван Обладателем двух светов А почему он был прозван так? Это тот кто выстаивал ночи Прочитывая священный Куран полностью Он тот Кто купил рай Посредством своего имущества Трижды Кто этот человек? И какова его история? И каков конец его жизни? Об этом пойдет речь На следующей нашей встрече Мир вам Милость Аллаха И его благословения Субтитры создавал DimaTorzok